всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать расклад который называется что преследует нас из нашего прошлого я не знаю о чем это будет на каких преследованиях то ли это эмоции то ли это состояние то ли это ситуации люди посмотрим не знаю действительно те из тех моментов когда нету каких-то заготовленных вопросов вот либо каких-то идей но посмотрим что покажет то покажет я просто хочу перед началом сказать вот что сегодня у нас пятница сегодня для спонсора выйдет расклад на тему разбора силы воли что это такое философский расклад я просто подумала многие из вас писали что-то мне кнопка не отображает для спонсорства то еще что то то есть если вы хотите и вам действительно интересен либо какой-то расклад из тех тем которые предлагаются для спонсоров вы их видите в разделе сообщества либо вы хотели посмотреть эфир для спонсоров который проходит через пятницу да вы это можете приобрести за отдельную стоимость я могу вам дать разовую ссылку например там на первый эфир да и вы сможете посмотреть на второй эфир на 3 и так далее по отдельности если вас интересует что-то такое но при этом вы не можете стать спонсором по причине того что в регионе вашем не отображается кнопка спонсорство хотя я неоднократно говорила что это может быть либо в регионе не не отображается либо вы просто смотрите с айфона такое тоже может быть для этого вам просто нужно зайти с любого другого сервиса до с ноутбука либо с другого телефона попросить у кого то есть решение есть если вас интересует да вы это можете сделать но если вдруг и какой-то причине все-таки вы не можете стать спонсором да то какие не вопрос можете оплатить отдельно либо эфир либо отдельно расклад и он нам ссылку вы ее посмотрите такая мысль тоже пришла не знаю насколько она вам подойдет то есть я в любом случае стараюсь как можно больше вариантов как-то находить для того чтобы у вас был доступ к знаниям но когда кто-то начинает говорить а почему это не в свободном доступе или потом еще что то есть знания которые я самостоятельно могу сказать и оценить да что вот это вот стоит денег а это я могу дать бесплатный доступ поэтому что-то мне там бы порекомендовать и говорить то сделать это в свободном доступе либо не в свободном и решать буду я вот я для вас могу сделать такой вариант а сколько это стоит дорого не допишите мне на почту почта есть в описании под любым моим раскладом на по ссылке мои услуги нажимаете на ссылки мои услуги вам открывается документ самом низу есть почта такой вариант я подумала не знаю насколько он для вас будет актуален или нет эфиры очень действительно такие насыщенные потому что те знания которые я даю на эфирах вы нигде не найдете в интернете это не громкие слова по причине того что они основаны на тех книгах которые ну по крайней мере вы должны знать а как минимум греческий язык чтобы на греческом читать перевода этих книг на других языке на другие языки нету это второй момент третий момент помимо того что вы это прочитаете вы должны еще это понять осознать и потому что философия вся это закодированный язык это не напрямую и это даже не просто это метафора там очень много информацию которую нужно дополнительную для того чтобы интерпретировать эти знания но насколько они важны или нет важны и именно по этой причине просто так бесплатно я не готова их отдавать кому интересно пишите на почту я скажу сколько это будет стоить как вы сможете оплатить и получить доступ как вариант вот но знание они действительно я я сама когда читаю изучая меня вот прям дух захватывает от того что сразу появляется такое ощущение даже жаль что люди этого не знает но знаете иногда для того чтобы что-то знать надо быть готовым а чтобы быть готовым надо жаждет получить то что вы хотите мне просто так дайте мне хочется сказать что иногда а нужно заслужить а заслужить это не в плане того что там заплатить а в плане того что нужно совершать какие-то действия нужно показать что да я готов принять эту информацию потому что знаете есть информация которая просто два уха зашел и вышла есть информация которую ты не применяешь на практике она начинает тебя разрушать то есть информация информации рознь ладно такое вступление давайте мы приступим таро темного света и таро сумасшедшего дома две колоды которые вот не очень отвлекаются вот этот период мы с вами приступаем позиция номер один голубенький камешек что преследует вас из вашего прошлого я не знаю что есть прошлое король кубков да с одной стороны это непосредственно фигура человека до с характеристиками человека разбирающиеся психологии до человек чувственный человек который понимает природу эмоции которые умеют ими управлять в нужный момент если он считает что какой-то человек либо какие-то эмоции в его жизни ему уже не нужны он может спокойно их отрезать он может выходить из отношений он может где-то не то чтобы подавлять эмоции понимать что они ему не нужны больше ими не пользоваться то есть здесь акцент на чувственную сторону но и безусловно кубки у нас говорят про прошлое в данном случае король кубков напрямую нас говорит о прошлом если мы говорим о качествах то что именно нас преследует нас преследуют какие-то эмоции нас преследует какие-то воспоминания какие-то переживания ощущения состояния которые были достаточно такими глубокими нас преследует наше психологическое состояние состояние нашей души до девятка жезлов нам это подтверждает преследует по причине того что не отпускает не отпускает не дает нам двигаться дальше это настолько нас обестачивает это еще раз говорю это может быть человек с которыми у вас были отношения независимо от того женщина либо вы мужчина человек который и опять-таки отношения это не обязательно лично это может быть дружеские профессиональные человек который зацепил вас эмоционально человек с которым у вас была связь на как минимум на эмоциональном плане то есть даже если человека сейчас нет вы можете физически с ними не контактируете у вас с ним есть какая-то ментальная связь да может быть телепатическая может быть снитесь друг другу человек ощущение того что вас преследует он не дает не дает вам двигаться дальше есть вот именно обосточенность почему потому что часть вашей энергии идет туда именно в это прошлое в эти состояния в эти вспоминания либо в этого человека аркан умереть здесь как будто бы не произошел процесс исцеления вы как будто бы не вылечились то есть если это человек значит ощущение того что вы как будто бы не излечились я не могу сказать здесь завершили не завершили уроки или нет но здесь вы не пришли к исцелению вы не пришли здесь какому-то балансу равновесию ощущение того что вот как там здесь как будто бы не поставлена какая-то . я не говорю о том что у вас ощущение незавершенности а здесь как будто бы знаете вы не исцелились и вот ваша задача после исцеления стать целостным человеком здесь человеком именно который четко понимает свои границы вот здесь ощущение того что знаете вот у четырехугольника как будто бы три стороны прорисованы а 4 все ну вот в процессе нарисовать для того чтобы мы говорим круг замкнулся а здесь чтобы квадрат как-то за замкнулся на такое ощущение что вот как какой-то грани не хватает здесь не про то чтобы еще раз скажу точку поставить а здесь этот процесс он должен привести вас к личности вас самих на который четко понимает осознает свои границы которая выстраивает свою жизнь таким образом когда все четко понятно ясно логично структурно когда вот границы до ярко вы их понимаете для себя потому что в кубковости там вот все как то вот непонятно да как кисель все как то вот такое знаете желе подобное а у императора у него четкое понимание структуры то есть ты когда видишь перед собой знать здание но ты понимаешь что вот эта дверь я сейчас пересекаю порог вот этого здания то есть четко границы вы ее ощущаете а здесь как будто бы чувство что вы должны прийти к пониманию того где ваши границы в чем ваши границы здесь еще нету этого знаете даже не знаю как вам сказать не то чтобы здесь нет этого понимания здесь еще форма не конкретная она еще не сформировавшиеся это знаете подростки которые бывают вроде бы ты смотришь да это мальчик а это девочка да ну то есть задатки понимаем да но вот но и те и другие они какие-то вот ну бесформенные бесформенные в контексте того что в подростковом периоде пацаны они какие-то вот такие высокие у них какие-то непропорциональные руки ноги длинные какие-то конечности и ты понимаешь что это все перерастет да это все обретет нужную форму точно так же как и девочки да то есть ты не поймешь вроде бы есть вот это вот пухлость в щечках да как у маленьких детей но ты понимаешь что она тоже вот это вот как как отеченность своего рода да она тоже примет правильные формы так там где нужно появится грудь там где нужно появится бедра но пока это вот все такое вот угловатая и не сформировавшиеся вот у вас примерно то же самое если мы говорим что вас преследует из прошлого да то есть вас преследует именно вот этот вот процесс да когда вы не можете четко как будто бы конкретно для себя что-то сформировать так как будто бы нету конкретные формы у вас давайте я спрошу чего это касается ну это касается верховный жрица спросила да это касается тайны это касается знаний но в данном случае это касается какого-то вот вашего внутреннего до вашей внутренней структуры я не буду говорить баланса уравновешивания а здесь вот как будто бы это ваши внутренние структуры чувство такое знаете когда вода находится всем в комнатной температуре если смотреть на неё на под микроскопом она у нее есть какое-то свое такое хаотичное движение молекул стоит только в воде замерзнуть да и она превращается в лед то как под микроскопом когда ты смотришь молекулы и атом они создают такую решетку то есть конкретную структуру так вот почему я говорю про воду потому что здесь вот как раз таки эмоции да то есть не хватает какой-то структуры не хватает такое чувство что если вот прям совсем понятным простым языком говорить что вы как будто вы не можете понять свои эмоции вот так скажу что вас преследует непонимание не отсутствие структурности это идет из вашего прошла возможно это действительно по отношению какому-то человеку а возможно вообще вы не понимаете как себя вести потому что не понимаете своих вас вы как будто бы не можете допустим для себя понять почему меня тянет к этому человеку да уже расстались 150 лет а я все как то вот его забыть не могу да есть какая-то связь с этим человеком либо не можете понять почему какой-то вот конкретные но какие-то сны может быть приходит ваш вашу жизнь вы не можете их объяснить то здесь психоэмоциональный какой-то аспект он вам не понять его вас преследует давайте я посмотрю на этой колоде что вас преследует может быть будет какое-то дополнение может быть что-то новое нам скажешь что вас преследует здесь сразу понятно да урок урок у вас здесь что вас преследует десятка мечей вот вас преследует знаете вот я говорю вот этому момента завершенности вы как будто бы не можете завершить вы не можете объединить душу и тело да знаете вот отсутствие какой-то вот вам как будто бы баланса и спокойствия не хватает потому что есть что-то что вы в своей жизни как будто бы не завершили то есть вы не поняли знаете иногда бывает так расстаешься с каким-то человеком да и вот это вот расставание оно какое-то не естественное в контексте что нету логического завершения от поругались все сказали все расстались поставили точку пошли да это понятно а здесь может быть какая-то ситуация так знаете вот расстались и вроде бы не поняли мы расстались или не расстались либо а почему расстались то например все было хорошо потом человек говорится ушел в кавычках за сигаретами и забыл в киосок да либо в магазин и забыл вернуться вот здесь что-то такое то есть какое-то вот непонятное да то есть и а я не понял что произошло тогда вот это вот внутреннее непонимание процесса все как будто бы процесс как-то вот знаете вот насильственно завершился до либо если мы говорим про какие-то отношения про человек просто ушел не объяснив вам ничего либо все было хорошо и в другом и какой-то разрыв то есть вот это вот непонимание чувство что я не понял я не я не поняла не полным приняла не осозна я не могу понять свое вот это вот эмоциональное состояние либо наоборот а уже все завершилось почему такое чувство что не знаю здесь может быть и пять лет пройти 10 вопрос не во времени а вот преследует вот эти вот непонимание да что не так что пошло не так здесь такое здесь как будто бы какое-то насильственное завершение было да но есть и вот от этого насильственного как будто бы завершение знаете здесь чувство может быть такое что как будто бы часть себя потратили здесь говорят до слова не воробей вылетела не поймаешь вот здесь такое ощущение что этот воробей вылетел да вот это вот птица и я ее обратно не могу положить душа как как будто бы часть души потерялась, и теперь как будто бы я хожу с дыркой где-то в своем теле, как-то вот не могу ее закрыть. И это не дает мне какого-то вот спокойствия. Знаете, вот иногда бывает так, что лучше бы человек сказал, что все, поставлена точка, либо какая-то ситуация, все, завершилось, я понимаю, что окей, завершилось, ну неприятно, погоревали, погоревали, пошли дальше. А здесь ощущение того, что вы не идете дальше, и дальше не можете двигаться, потому что вот... Причем, знаете, такое, хочется сказать, самое обидное, что вы понимаете, что вот в этой жизни, как будто бы продолжения этого не будет. Оно и не завершено, и продолжения не будет. Я не знаю, как вам это объяснить. Как будто бы нету... 2-го, 3-го, 10-го, 20-го шанса, как будто бы больше нету шансов. Вот как будто что-то исправить, что-то... Что-то доделать. Может быть такое, что, знаете, что-то не сказали кому-то, и человек ушел из вашей жизни. И вот это вот ощущение, что я не досказал, я что-то не сказал, какую-то правду, может быть, какую-то... Вот это вот вас мучает, понимаете? Вот что-то, и вы понимаете, что возможности завершить эту ситуацию нету. По крайней мере, не в этом воплощении. Может быть, следующий ему будет, но в этом, по крайней мере, нет. И от этого идет сожаление. Может быть, такое, знаете, что хотели сказать какую-то правду человеку, а человек не захотел вас слушать. И вот мне показывает, что он ушел с какими-то искаженными восприятиями этой ситуации, не дал вам возможность высказаться. А потом, ну, не было как-то, вот жизнь так закрутилась, не было возможности сказать. И есть такое ощущение, что как будто бы вот это прям точечно. У кого-то из вас есть какой-то ребенок, да? И вы как будто бы отцу этого ребенка не смогли сказать, что вот это твой ребенок, да? Я не знаю, как-то ситуация так произошла. А потом не было возможности. Вот такое ощущение, что вы живете с этим, что что-то не сказали. Ну, как будто бы надо было сказать, что у тебя есть ребенок, но как-то здесь какая-то вот что-то такое, какая-то такая ситуация. Что вас преследует еще? Ну, вот суд, 20-й аркан, как ни крути, ни верти, на разных колодах говорят о том, что вот какой-то цикл не совершен. Хорошо, давайте я просто посмотрю, что с этим делать. Ну, не завершенно, не завершенно. Что с этим делать? Туз мечей, ничего. Такое чувство, что так должно было быть, да? Вот принять какое-то решение и, знаете, как будто бы двигаться дальше. Помогу двигаться дальше. Но уже на основе вот этого опыта, да, создавать в своей жизни уже как-то, как-то правильно поступать, да, по-другому. Уже не делать так, как было в той ситуации. Здесь нужно принять решение, да, вот прям туз мечей и маг. Так, двигаться дальше. Чувство принять эту ситуацию. Здесь нету, знаете, как это? Вы не сможете что-то здесь делать, вот что-то изменить. Здесь просто надо принять эту ситуацию. Как это сделать? Силой воли, аркан силы. Вот как-то силой воли. Примените любую свою силу. Укротите. Это, знаете, не... Силой воли не насильно. А как-то вот укротите, да, через как-то вот более глубокое понимание, да, что, ну, возможно, так было угодно жизни, да, либо судьбе. То есть я как-то вот против каких-то моментов я настолько слаб, что я не могу. Ну, окей, я... Здесь не смирение, но не в контексте того, что вот я как-то, знаете, сложил лапки и все, нет. А смирение в контексте понимания того, что как работают законы кармы. Что посеял, то и жнешь. То есть так вот, видимо, сейчас вы поживаете то, что посеяли, но так надо было, вот так правильно. То есть здесь вот какое-то такое понимание. Аркан смерти. Это поможет вам как-то изменить ваше сознание, понимаете? Вы дальше не можете двигаться по жизни, потому что есть вот это вот чувство незавершенности. Аркан смерти говорит, что прошлое прошло. Ты на него как-то повлиять уже не можешь, но ты можешь повлиять на будущее. То есть то, что было посеяно в прошлом, ты сейчас пожинаешь эти плоды. И на это повлиять ты не можешь, но ты можешь повлиять на то, что ты сеешь именно сейчас. И если ты продолжаешь сеять вот эти вот мысли своего прошлого, то по сути в будущем ты будешь получать то же самое, что получала в прошлом. Поэтому здесь вам говорят, будьте внимательны на то, что ты сеешь сейчас, прикладывая усилия. На основе того опыта. Не совершай то, что ты делал там. Вот ты осознай, пойми и старайся делать правильно. То есть в этот раз делай правильно ты для себя, не по отношению к тому человеку. Там история уже завершена. Да, там думать уже бессмысленно. То есть там уже все так, как было. Там завершение. Там завершение. Там уже нету ничего. Старайся создавать новое. То новое, которое ты хочешь. На основе прошлого. Вот такая была первая позиция. Мы с вами переходим ко второй позиции. Сегодня я, наверное, буду говорить вообще абстрактно. Потому что нету заготовленных вопросов и каких-то идей. Поэтому что вас преследует из вашего прошлого? Это может быть что угодно. Человек, ситуация, что угодно. Что вас преследует? Именно преследует. Ах, пятерка жезлов. Десятка кубков. Знаете, вот какая-то борьба. Борьба, сопротивление непосредственно, которая не дает вам какого-то эмоционального удовлетворения, наполненности. Либо здесь может быть борьба и сопротивление, непонимание, коммуникация непосредственно связанная с вашей семьей. Давайте уточнем. Два туза выпало. Здесь ситуация из прошлого. Что она связана? Знаете, по поводу принятия решения... Я буду говорить разные варианты. Они могут быть точечные для кого-то, а могут быть вот прям для всех. Не знаю, здесь разное. Здесь информация идет, знаете, мне семью показывают. Вот чувство, как будто бы вы не можете простить то, что вам когда-то было сказано. И вот эта вот ситуация из прошлого, она вас как-то не отпускает. То есть почему они приняли такое решение? Либо вот почему здесь... Я говорю они, потому что здесь как будто бы семья. Здесь вот вам не дает покоя тот момент, что вот, а если бы я принял решение вот пойти вот так, поступить вот так. Как бы это было? То есть здесь по поводу решения, по поводу каких-то начинаний. Либо, знаете, были какие-то ссоры, сказанные болезненные слова по поводу вашего решения. Вот вы что-то приняли, а это вот не понравилось вашей семье. С чем связана борьба? С какими-то новыми начинаниями. Шестерка мечей, да. Знаете, вот такое чувство, что вы как будто бы в какой-то момент даже сожалеете о том, что почему я послушал. Либо почему я их послушал. Есть такие вот постоянные какие-то мысли, а что было бы, если бы я сделал вот так? Если бы я пошел, допустим, наперекор. Если бы я их не послушал. Если бы я не обращала на это внимания. Вот какая-то ситуация. Что здесь за ситуация? Что мне здесь показывает? Какую-то ситуацию. Смотрите, здесь может быть либо про обучение, да, когда как будто бы вам говорили, ну, иди учись туда, допустим, в какой-то университет, институт, неважно. Но вы хотели что-то другое. А сейчас время уже прошло. И вы думаете, а что было бы, вот если бы я послушал себя? Если бы я принял свое решение, а не пошел учиться туда, куда мне говорили? Либо здесь вопрос касательно вот то, что было очень важно, ценно для вас. Либо по поводу какого-то, здесь какой-то шанс. Шанс. Знаете, здесь кто-то, вот, допустим, к ощущению, что кто-то из вас хотел стать актером, певицей, и что-то такое. Вот. И, ну, не пошли. И вот такое вот ощущение, что кризис, вот, надо было тогда послушаться. Надо было. Да, сейчас уже как будто бы поздно. Вот здесь такой момент. Что еще? Какой момент? Ну, здесь как будто бы, вот я говорю, сожаление по поводу либо сказанных каких-то слов, которые уже не вернуть, либо по поводу той информации, которую вы узнали. Может быть, что-то за вашей спиной было сделано. И именно в контексте вашей семьи. То есть, знаете, вот как-то за вас решили. Ну, может быть, я не знаю, брак по расчету. Там, девочку в 16 лет дали замуж за человека, которого она и не знала. И, ну, семьи так договорились. И вот всегда такая вот мысль крутится в голове. А если бы я не вышла либо замуж, либо не женился на этом человеке, вот сам бы себе нашел партнера, как бы это было? Здесь такое вот ощущение, как будто бы вы какую-то альтернативу видите. Независимо от того, чего бы это касалось. Здесь может касаться того, чего это очень важно, ценно для вас. И это непосредственно связано с вашей ценностью. Допустим, если бы я пошел учиться и сейчас бы работал, был бы финансово независимым, как бы это было? А сейчас вот я, например, вынужден, я не знаю, вынужден за детьми смотреть, в семье, ну, как домохозяйка. Потому что нет образования, нет какой-то специализации. Что-то, что связано с вашей ценностью. Либо постоянно вас преследуют какие-то разногласия, непосредственно связанные с вашей семьей. Разногласия спрашиваю, касательно чего выпадает третий туз. Туз Жезлов, туз Мечей, туз Пиндакли. Паш Пиндакли, начинание движения. Касательно чего? Либо касательно денег, либо касательно каких-то шансов. Вот постоянно такие моменты. Почему? Почему вас это преследует? Давайте я спрошу, почему вас это преследует? Десятка Пиндакли. Потому что здесь такое ощущение, что из-за этого решения, принятого, из-за той возможности, у вас как будто бы либо не получается создать семью, либо не получается зарабатывать денег. Я говорю, либо вас ограничивали, то есть нету сейчас образования возможности разрабатывать самостоятельно, либо как будто бы из-за какого-то случая вы не создали семью с тем человеком, с кем вы хотели бы. Я не знаю, кто-то вмешался, что-то сказал, может быть какие-то сплетни, да, и здесь вот помолвка была разрушена. То есть вот какая-то ситуация, и она вас преследует. Почему? Потому что у вас задается, вы задаетесь вопросом, а как было бы, если бы бы вот это вот. Вам не дает это покоя. Почему вам не дает покоя? Почему вам не дает? Паш Мечей. Такое ощущение, что не дает покоя, почему? Потому что как будто бы не проснили истину, как будто бы не узнали. У вас такое чувство, что я что-то не узнал. Да, случилось то, что случилось, но как будто бы есть еще какой-то скрытый смысл в этой ситуации. И вот вы интуитивно это чувствуете. А что здесь за тайна скрытая? Пятерка кубков. А какой-то утрате? Вот что-то кто-то потерял, что-то потерял. какая-то связь была утрачена. Вы не можете найти спокойствия вот в душе. Вот вы до тех пор, пока не найдете какую-то истину, какую-то правду вот для себя, что-то здесь скрывается. А скрывается ли? Есть ли какой-то? Ну вот какой-то смысл, да, что-то? Да нет. Нету. Нету ничего какого-то, знаете, вот второго смысла. Я бы, знаете, что сказала? Не то, что нету второго смысла. Есть просто какая-то недосказанность. Ощущение, что вам что-то не сказали. Сказали часть правды. Ну, скажем так, процентов на 70. Ну, макс 80. То я много сказала. Но вот есть вот эти 20 процентов, 25-26, что вам что-то не сказали. Здесь что-то не сказали. И вот от этого как будто бы не случилось соединение. Какое-то вот слияние. И вы поэтому хотите найти правду. Изменит ли это правда, вот если бы вы ее узнали, что-то сейчас в вашей жизни. Колесо, фортуны. 50 на 50. Изменило бы какое-то вот ваше дальнейшее развитие, потому что выпадает тройка жезлов. Изменило бы какое-то дальнейшее развитие, может быть, в проявлении каких-то ваших способностей, талантов, да, либо изменило бы как-то вот какие-то двери бы открылись в вашей жизни по-другому. какие-то вот ваши взгляды на жизнь, они были бы другими. Они были бы другими. Здесь такое ощущение, что вот как-то лишили вас какого-то права выбора. И вот вам это не дает покоя. Вы не можете успокоиться. А насколько это вот влияет сейчас на вас? То есть вот то, что вас преследует, насколько это сейчас влияет на вас? Но это влияет на ваш выбор. Вы никак не можете определиться. А почему? В чем-то вы не можете определиться. Потому что есть вот это вот ощущение какого-то вмешательства извне. И я чувствую себя связанным по рукам, по ногам. Ну вот, например, знаете, то, что я говорила, вот эти договорные браки. Вы дали девочку замуж, и все, и она чувствует себя как-то, знаете, ну нет удовольствия в жизни, потому что это был не мой выбор, не мой человек. Даже если он, допустим, к вам хорошо относится, партнер либо партнер все равно вы не получаете как-то внутреннее удовлетворение. Вы чувствуете, что, знаете, вся жизнь, она как будто бы зря прожита, потому что был выбор, и вам не дали какое-то право на этот выбор. То есть за вас кто-то что-то решил, либо за вас кто-то что-то сказал, и вот это определило как-то вот вашу судьбу. И вы чувствуете себя, знаете, все время в каком-то тупике, да, в каких-то ограничениях. То есть это вот приводит к тому, что вы как будто бы не чувствуете себя свободным, понимаете, вот в чем фишка. И этот сценарий, вот этот сценарий, когда за вас кто-то решает, он у вас проигрывается и во многих вещах, да. То есть здесь какая-то модель, вот в связи с этим, да, какая-то была вам модель привита, что ты не то, чтобы ты недостой, да, и с этим связана ваша ценность себя, кстати. А вам иногда не то, что вы могут говорить, вы скорее уже в том возрасте, когда вы сами себе говорите, что я не могу, я не способна, не способен сделать какой-то выбор. То есть вот эта ситуация как будто бы вас кастрировала. И вы после этого не как-то вот не верите, да, в том, что я способен что-то изменить, поэтому, ну, смысл. Вы руки опустили, и теперь постоянно, вы теперь из-за этого не умеете делать выбор. Вот. Вот такая вот была вторая позиция. Да, сегодня, как я уже говорю, соединили типа потока, да, и готового ответа. Хорошо, позиция номер три, зелененький камешек. Что вас преследует из прошлого? Это может быть человек, это может быть ситуация, все что угодно. что вас преследует троечки? Четверка педаклей. хочу сказать, какая-то скованность. Четверка педаклей и семерка жезлов. Какая-то скованность. защита. От кого-то так, знаете, защищаетесь. Камни мне идут и все. Это скованность. в чем именно скованность? Ну, смотрите, это могут быть в отношениях любого порядка, либо в отношениях к самому себе. Отсутствие какой-то гибкости, пластичности. Либо здесь, может быть, вот прям в прямом смысле, да, что вас преследует из прошлого, какие-то отношения, которые вы никак не можете отпустить. То, за что вы как-то держитесь. Здесь как будто вы не смогли построить какие-то отношения. Еще раз скажу, это может быть отношения с самим собой, да, союз. Здесь союз, гармоничный союз. Вы как-то не пришли к этому. И это вот вас как-то преследует. Не получилось выстроить союза. Хотя вы долгое время вкладывались в это, как-то старались, пробовали. Здесь пендакли идут. Смотрите, это может быть какие-то партнерские либо отношения, да, либо как-то не смогли. Сейчас, секунду, здесь какие-то ситуации. У троек всегда у меня что-то почему-то я не понимаю, о чем речь идет. Но здесь идет как-то либо здесь все перемешано. здесь с одной стороны у меня идут отношения, с другой стороны у меня идет работа. И отношения и работа они имеют какое-то... то ли у вас отношения на работе, то ли здесь как-то вот хитросплетенные союз и работа. То ли долгое время как-то вкладывали, что-то делали и не получилось. То ли вы хотите найти какой-то баланс между работой и отношениями. А что здесь речь идет, слушайте, я не могу понять. Речь идет о том, что вы никак не можете войти в перемены. То есть как-то ваша стабильность никак не может измениться. Никак не может развиться дальше. перерасти. Независимо от того, чего бы это ни касалось. Здесь каких-то перемен, да? Не идут, не приходят перемены. Тяжело, сложно вам что-то изменить. Долгое время как-то вы бездействуете. Вот четверки почти вышли. Обнулиться не можете. не можете пойти, войти в новое. Во что новое? Касательно чего? Касательно работы, потому что здесь восьмерка педаклей выпадает, аркан повешенного. Как-то вот вы не можете на работе изменить ситуацию. Либо это связано как-то с вашим делом, да? что-то связано. Я на этой колоде посмотрю. Что вас не может... Вы как-то не можете принести какие-то перемены, которые хотели бы, да? Не получается. Трудно, сложно, сложно как-то двигаться дальше не выходит. Уже и лишали себя, и ограничивали, и жертвовали, чем попало, и что можно, и нельзя, и деньгами, и работой, и финансами, и навыками не получается. Что здесь? О чем здесь речь? Вот Королева Мечей на повторе. Какие-то перемены, да, вот не случаются. Что это за перемены? Десятка монет. Знаете, ощущение того, что перехода какого-то не случается. Переход может быть в семье, опять-таки десятка пендаклей, десятка монет. Либо с профессией. вот здесь и то, и другое, оно вместе. Вы как будто бы не можете материализовать свои идеи, вот что у вас не происходит, понимаете? То есть на том уровне, на котором вы уже находитесь, там уже все, там уже завершено, а на новый не можете перейти. По-старому уже нет, а по-новому не знаете как. Не умеете реализовывать свои какие-то идеи, не умеете на них зарабатывать. Вот эти перемены вы хотите, долгое время тянется из прошлого. Почему? Потому что семерка монет, потому что в этой колоде суть заключается в том, что вкладываетесь много, а результат получаете минимальный. спрашиваю почему, потому что то, что вы вкладываете, оно не может дать больших результатов, потому что здесь монетки, они как будто бы фальшивы, они из фольги сделаны, они сделаны из фольги, они не настоящие, и при этом я хочу, чтобы выросло финансовое дерево, да, и здесь вот на этом ведре поставлена засунута палка, да, и фальшивые монеты эти из фольги сделаны, он их поливает, чтобы выросло денежное дерево, но оно не вырастет, потому что такого дерева нет, да, даже если ты сажаешь монетки, то есть то, что вы хотите, оно неэффективно, нужно ли вам отказаться от этой идеи, потому что то, что вы хотите, рыцарь мечей, знаете, я бы сказала, здесь нужно проявить какую-то хитрость, да, в плане как-то по-другому преподнести эту идею, здесь какой-то вы знаете, вот гениальности не хватает, она может быть сумасшедшая какая-то идея, ну, то есть нестандартная, здесь какой-то нестандартный подход должен быть, не похожий, потому что то, что вы сейчас вкладываетесь, то, что вы делаете, это не принесет вам результата, и вы вкладываетесь много, получаете очень мало, несопоставимо, здесь нету правильного вложения, вам для того, чтобы ваша идея какая-то реализовалась, то, что вы хотите, нужно как-то иначе посмотреть, во-первых, вам нужны связи, вам нужны какие-то новые контакты, новые идеи, во-первых, во-вторых, вам в вашем мысли, чтобы реализовать подход должен был какой-то быть, знаете, как театральный, что ли, как постановка какая-то, я имею в виду как игра, как азарт, вы слишком серьезно подходите к этой идее, здесь нужно, знаете, интриги, может быть, не хватает какой-то, да, вот что-то такое придуманное, вот почему-то мне идет театральности не хватает, знаете, вот иллюзии в контексте красивой обвертки, да, вот как такая, знаете, манящая обертка и вот за этой оберткой вы можете поставить свою идею, потому что так как она есть, она какая-то сырая, она сырая и серая, она невкусная, ваша идея, она не притягивает, не обманывает, здесь у нас Пожезлов изображен Казанова, в своих каких-то умениях создавать связи, вот это вот карнавал, праздник, игра, интриги, флирт, вот что-то такое, знаете, какие-то такие заманушки нужны, более тонко продуманные, а у вас нет, у вас сырой материал, поэтому вы не получите, и вам вот эти вот перемены, если мы говорим не о каком-то продукте, ну то есть не профессиональной сфере, а вообще, то вам цель нужно как-то изменить, вы боитесь, здесь девятка жезлов, вы боитесь, вы всех отпугиваете, вы прячетесь, а как нужно? Боже, монета, здесь в этой колоде изображен фауст, знаете, ирония этого героя, который продал душу дьяволу, заключается в том, что по своей природе то он был лечащим врачом, и он не мог видеть боли и невозможности помочь излечить, да, то есть с одной стороны вот эти вот целительские, да, способности, возможности, желания помочь другим, а с другой стороны желания жить бесконечно в изобилии, потому что ну вот как врача я не смогу здесь получать то удовольствие, вот это вот желание с одной стороны помочь другим, да, и вот если бы у меня были деньги, я бы смог вот излечить и этого, купить лекарства, а с другой стороны и для себя, да, он продает фаус, продает здесь душу дьяволу, причем это связь на крови за бесконечность своей жизни, и когда ты понимаешь, что она настолько тебе ну, присытилась, а ты все никак умереть не можешь, да, почему, потому что ты бессмертный, ты бессмертный, уже столько всего навидал, уже устал от этой боли, грязи, жестокости, ты изменить ничего не можешь, и вот здесь вот страх, он в этом-то и заключен, да, что с одной стороны я хочу деньги, а с другой стороны как будто бы я боюсь, что вот эти вот деньги, они могут быть порочны, они могут быть грязны, то есть здесь у вас какие-то убеждения с финансами, либо если это не финансы, связанные с материю, сто процентов, и поэтому вы, я как будто бы хочу помогать, да, но я не буду этого делать, потому что как будто бы у меня нету ресурсов, а если будут ресурсы, я буду получать деньги, да, то я себя не буду считать каким-то чистым, здесь страх, здесь какие-то убеждения по поводу финансов, и вот это вот вас преследует, вам нужно здесь поработать, девятка монет, вы четко понимаете свои какие-то способности, которые есть только у вас, и вот эти вот способности, да, они, они могут действительно помочь другим людям, люди к вам тянутся, но с другой стороны, вот этот вот, ваш эгоизм, может быть, какой-то момент, понимание своей индивидуальности, исключительности, да, может сыграть с вами дурную шутку, и вот здесь вот этот страх может быть у вас, понимаете, то есть убеждение, с одной стороны, по поводу денег, а с другой стороны, что та же самая толпа, которая восхищается мной на данный момент, она в любой момент может меня уничтожить, и вот страх, что я как-то зазнаюсь, загожусь, здесь однозначно какие-то сценарии, сейчас не будем с ними разбираться, но здесь есть какие-то сценарии, вот именно связанные с деньгами, с вашим эго, да, есть какие-то глубокие такие сценарии, которые вам нужно просто поработать, и это не дает вам дальше пойти, потому что вы уже выросли, переросли тот уровень, на котором вы сейчас находитесь, что еще вас преследует из вашего прошлого, ну, королева пендакли, какой бы колода я ни взяла, пендакли у меня выходит, расширение, то есть умение зарабатывать, при этом забота и король пендаклей, вот для кого-то действительно актуально, я же говорю, здесь деньги, и отношения, они взаимосвязаны, может быть, кто-то не может создать семью из-за недостатка денег, да, то есть кто-то, один из партнеров не может, например, взять ответственность, потому что там прошло какой-то брак, надо туда деньги давать, я понимаю, что в тебя тоже надо вкладываться, а у меня нет денег, но здесь вот король и королева пендакли, пара выпала, здесь у нас двойка кубков выпала, да, и аркан влюбленный, то есть выбор, здесь однозначно завязаны отношения и деньги, напишите, какая связь, потому что я, если честно, четко не могу понять, потому что мне либо здесь много людей смотрят с разными ситуациями, для кого-то важна личная жизнь, а для кого-то важны деньги, либо это одна категория людей, которые вот как-то переплетаются, деньги и отношения, причем отношения стабильные, семейные, здесь про создание семью, постоянный как минимум, гражданский брак, неважно, но это не легкие отношения, ну то есть не поверхностные, не основанные только на встречах, здесь про стабильность, про семейность, про стабильность, либо здесь про деньги, финансы, что-то такое, так, чем перекрыть, давайте 2-3 перекрыть, потому что больше не знаю, что. Такого у меня был для вас расклад троечки, хочу поблагодарить всех за просмотры, за ваши лайки, за комментарии, пожелаю всем отличных выходых, до следующей недели всем пока-пока.